Я люблю Альфа, и для меня это поэма «Детсад». Но на самом деле, вот, ну для меня тоже «Детсад», я им так и сказала, что это штаны на лямках. На самом деле, ну, давайте вот искренне. Да, вот сейчас давайте предположим ситуацию. Ксения, спасибо большое, что вы эту тему затронули. Вот согласить, ну вот совсем, если мужчина действительно накосячил, ну вот действительно, не знаю, там, любимую вашу подружку за попу пощипал, ну серьёзно накосячил. Вот, если вы его даже настроите, покажете ему алгоритм, что подлизаться к вам можно цветы через драгоценности или через какое, но вот покупать прощение, ну вот я не знаю как. Я не знаю, вот у меня какой-то осадочек есть. Понимаете, о чём я? Вот покупка прощения или покупка вашей благосклонности. Если он хочет подоить цветы, то он должен их подоить просто потому, что у вас плохое настроение или потому, что вы договорились, что каждую пятницу вы получаете цветы. А если цветы будут, или цветы, или какие-то дорогие подарки, только в том случае для того, чтобы к вам подлизаться, ну это, ну немножко фу. Или я не знаю, или я не права. Фу или не фу? Да скажите мне, фу или не фу? Ну вот как раз Елена пишет, обычно все мужчины свою неправоту оплачивают подарками и деньгами. Нет такой вещи, как обычно. Елена, вот, ну нет такой вещи, как обычно. Если он может упеяться совершенно принципиально и сказать, ну да, я не прав, но я мужик или не мужик, и вы ничего от него не получите. Конфетку Рафаэла не выключите. Вот комментарий, какая-то несерьёзная дойка цветами. Чёрт ты что? Дойка цветами. Записывайте, слушайте, это классное выражение. Дойка цветами. А вот смотрите, не фу, не фу. То есть подарками, подарками, благословность покупать не фу. Не знаю, мне кажется, вот мне кажется, подарок он должен быть сам по себе в хорошем состоянии, а не потому, что он выкупает её внимание. Не очень хорошая тенденция, косяк подарок. Это путь в адреналиновое отношение. Ангелина, расскажите, пожалуйста, у нас просто Ангелина, она у нас психолог. Расскажите, что такое адреналиновое отношение. Я, честно говоря, тоже этого не знаю, так что расскажите нам. Конечно, фу. Мой бывший мне доил огромные букеты после ссор, но не поизнавал вину. Со временем я стала ненавидеть цветы, даже если на день рождения от него. Ну, потому что фиксируется, да, то есть получается, когда на триггеры получаешь цветы, то уже дальше триггера, может быть, ещё и нет, есть только цветы, а на эмоциональном уровне уже срабатываешь. Вот это лучше. Мой бывший давал мне карточку, чтобы я могла его наказать. Вот это лучше. Вот это реально лучше, чем с цветами. Окей, значит, Ангелина, я жду вот адреналиновое отношение. Я такого ещё не слышала.